Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кроме того, общественная организация «Мы вместе» собрала около 3 миллионов рублей, на которые также было приобретено все то, что может пригодиться пострадавшим от землетрясения в Сирии. Продолжение следует... 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 Все выступавшие без исключения подчеркивали важность таких мероприятий в деле воспитания подрастающего поколения. Ведь именно живая память о героях своей отчизны прежде всего и задает правильные ориентиры для молодежи. Ахмар Халкевичев, Али Бастанов, Вестикорчаево, Черкесия. Около 200 правонарушений за выезд на полосу встречного движения пресечено сотрудниками госавтоинспекции Адыгехабльского района Республики за прошлый год. В 46 дорожно-транспортных происшествиях пострадали около 70 человек, из них 10 погибли. Причиной нескольких аварий стал именно выезд транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения. О важности соблюдения правил автоинспектора Адыгехабльского района напомнили водителям во время недельных профилактических мероприятий встречная полоса. Этот вид правонарушений характеризуется как наиболее тяжкий с серьезными последствиями. Это жизнь, человеческая жизнь другого человека. Чем он мешает? Поехал по встречной полосе. Чем? Аварию создал, погибают люди, вот и все. Ни в чем не повинные люди погибают от этого. От какого-то человека халатное отношение к вождению страдает другой человек. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев, а при повторном нарушении лишение права управления сроком на 1 год. Госавтоинспекция Дагихабльского и Ногайского районов обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и помнить, что практически любой выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, является маневром, представляющим особую опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения. Единственный способ защиты детей от полиомилита – это вакцинация, говорят медики. Иммунизационная кампания направлена на укрепление иммунитета среди детского населения. О дополнительной иммунизации детей против полиомилита – репортаж Мадина Лайпановой. Прививать или не прививать – вопрос, которым в последние месяцы задается практически каждый родитель Карачаева-Черкесии. Вот и Зимфира Черкесова мама трех девочек не стала исключением. Проконсультировавшись со специалистами, изучив информацию из официальных источников, она приняла твердое решение, что ее дети должны быть защищены. Плановую вакцинацию от полиомилита ее старшая дочь завершила уже давно, а вот двоим младшим близняшкам осталось получить по последней шестой прививке. У старшей все прививки я уже сделала, шесть прививок, а у младших пять прививок. Они перенесли все прививки очень спокойно, все прививки вовремя мы делали. Вот шестая прививка сейчас сделаем в комплексе, как все начнут делать, так и я согласию дала. И сделаем последнюю прививку. Благодаря целенаправленной массовой иммунизации детей против полиомилита Российская Федерация в 2002 году в составе Европейского региона была сертифицирована как страна, свободная от полиомилита и сохраняла свой статус в течение минувших 20 лет. При этом на территории некоторых субъектов Северокавказского федерального округа в последние годы выявлена циркуляция вакцино-родственного полиомилита в окружающей среде. Сложившиеся условия являются предвестником осложнения эпидемиологической ситуации по полиомилиту на территории как субъектов Северокавказского федерального округа и Российской Федерации, так и Карачаево-Черкесии. В связи с этим было принято решение о проведении кампании по дополнительной иммунизации детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет. В рамках дополнительной иммунизации будет использоваться оральная полиомилитная вакцина, в народе известная как «живая», а в отдельных случаях – инактивированная вакцина. «Цель этих мероприятий направлена на то, чтобы не возникли случаи заболевания. Мы можем то же самое мероприятие провести и после возникновения случаев заболевания, но это будет непростительной ошибкой как для всего медицинского сообщества, так и для родителей, которые допустили такую оплошность и не привили своего ребенка». Как говорят специалисты, вакцинация живой прививкой необходима для создания кишечного иммунитета. Так, согласно статистике, вероятность осложнений при использовании живой вакцины – один на миллион. Если же у ребенка имеются определенные противопоказания, то непривитым ранее детям, вне зависимости от возраста, вводят инактивированную вакцину. Важно, что все российские препараты против полиомилита сертифицированы и прошли исследования на безопасность. «Практически полиомилитная вакцина осложнений не дает. Мы раньше прививали детей в роддоме, начинали с нулевой дачи, то есть именно с живой полиомилитной вакциной. И дальнейшие детей прививали раньше с живой полиомилитной вакциной. Практически не было никаких осложнений». Окончательное решение вакцинации своего ребенка принимает исключительно родитель. При этом следует помнить, что и ответственность за последствия в случае заболевания также ляжет на него. Как организовать процесс обучения в образовательных учреждениях Карачаева-Черкесии так, чтобы соблюсти права всех учащихся? В региональном профильном ведомстве поделились способами решения вопроса. Заместитель министра образования и науки Лейла Атаева рассказала журналистам о том, как будет организовано временное разобщение детей в школах и детских садах. «Наши садики все построены таким образом, что они имеют возможность изолировать группу. То есть имеется свой отдельный вход, имеется персонал, который может работать с этими детьми, имеется возможность подачи еды, сна, отдыха и так далее. Все, что предоставляется ребенку в детском саду, в изоляции. И поэтому мы предложили организовать такие группы в каждом детском дошкольном образовательном учреждении. Вы знаете, что дети, которые получают прививки, это, как правило, ученики начальной школы. Поэтому в школах нет такой архитектурной возможности разъединения детей в отдельные классы. Это либо нужно, может быть, сменную какую-то систему вводить. Поэтому решили пойти таким путем. Мы предлагаем детям дистанционное обучение. На базе нашего РИПКРО есть возможность, есть оборудована студия, которая может вещать на всю республику. И без ущерба для образовательных организаций мы предоставляем самых лучших учителей. Это мы можем гарантировать. На первые классы будут отдельно проходить занятия дистанционно. Учитель будет другой заниматься со вторыми классами, с третьими, с четвертыми. Там, где это нужно. В перинатальном центре Черкеска провели неделю ответственного отношения к здоровью. Что обсудили медики с молодежью и какие легли в основу мероприятий вопрос, расскажет Альбина Ламкова. Не зря охрана репродуктивного здоровья была определена Всемирной организацией здравоохранения как приоритетное направление. Это составная часть общего здоровья человека, основанного на физических, социальных и духовных аспектах. Кроме того, оно напрямую связано с демографией, ответственное отношение к репродуктивному здоровью, повышение медицинской грамотности, информированности населения о факторах риска и о факторах, способствующих здоровью, здоровой беременности, значимости ЗОЖ. Вот главные направления профилактической работы в эти дни, сказала руководитель Центра планирования семьи Республиканского перинатального центра Руфина Байчорова. С этой целью специалистами перинатального центра проводится ряд образовательных мероприятий для молодежи, которые направлены на формирование сознательного отношения к своему репродуктивному здоровью, к ответственному родительству, к здоровой беременности у молодежи. Для этого проводятся лекции в формате личных встреч. Это и видеолекции, и видеоматериалы, и инфографика. Для лекции мы выбрали студентов среднеспециальных высших учебных заведений, потому что именно они наше будущее, отметила Руфина Байчорова. Важно знать, что состояние репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни человека, а также ответственным отношением к половой жизни. В свою очередь, все это влияет на стабильность семейных отношений и общее самочувствие человека. Основы репродуктивного здоровья закладываются в детском и юношеском возрасте. Поэтому работа с подростками и молодежью в области полового образования на сегодняшний день является одним из актуальных направлений. Лекция мне очень понравилась, очень пояснительная. К тому, что я понял вся эта нагрузка, что идет при заводе семьи и при воспитании ребенка. Если я, как молодой отец, не смогу воспитать ребенка и содержать его, это будет очень плохо. Главное, чтобы он родился здоровым. Чтобы ребенок родился здоровым, нужно хорошо заботиться о себе, чтобы родители были в хорошем состоянии, чувствовали себя отлично, с хорошим организмом. Тогда ребенок появится очень здоровым и не надо будет постоянно заботиться о его здоровье. Чтобы не столкнуться с такими проблемами в зрелом возрасте, надо заниматься профилактикой с детства. Если девочек осматривают гинекологи, то мальчиков должны консультировать андрологи, причем еще в начальных классах, и выявлять основные патологии, узнали из лекции студенты. В будущем я хочу завести семью, обязательно у меня будут дети. Но для того, чтобы родить детей, нужно хорошее здоровье, как эмоциональное и в принципе физическое здоровье, как и у матери, так и у отца. Чтобы было здоровье, обязательно надо обследоваться, ничего не употреблять из запрещенных каких-то вредящих здоровью веществ. Если внимательно изучить рекомендации, то в них нет ничего невыполнимого, отмечает специалист. Просто нужно вести здоровый образ жизни, укреплять свой иммунитет, стараться правильно питаться и не употреблять продукты, которые вредят здоровью. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Повысить интерес к изучению родного слова. В Качагу имени Умара Алиева писали тотальный диктант на языках народов Карачаева-Черкесии. Более ста площадок были открыты для участников данной акции. В тотальном диктанте принял участие и Алихан Левшоков. Центральной базовой площадкой второго тотального диктанта стал Качагу имени Умара Алиева. Именно отсюда шла прямая трансляция диктанта на другие базовые площадки, расположенные на территории России и в странах, где проживают представители диаспор народов Карачаева-Черкесии. Мы надеемся, что это мероприятие позволит увеличить интерес к изучению родного языка и улучшению языковой грамотности, отметил исполняющий обязанности ректора Качагу Таусултан Узденов. За этот год увеличилось количество площадок и желающих принять участие. По всему миру на сегодняшний день зарегистрировано более ста площадок. Может быть, еще те, которые не зарегистрировались, но принимали участие. Это говорит о том, что к проблеме языка, не только к проблеме языка, а к проблеме языка, значит к культуре, к прошлому народу и к проблеме сохранения культуры вообще народа, уделяется сегодня большое внимание. Текст диктанта на родных языках читали учителя, педагогический стаж Каток превышает 50 лет. Нам отрадно принимать свое участие в этом значимом деле для сохранения родного языка, подчеркнули они. Мы сами обязаны и должны развивать свой язык, родной язык, такими мероприятиями. В основном содержание этого диктанта освещено родной стране. В тотальном диктанте участвовали представители администрации Карачаевского городского округа. Это прекрасная возможность проверить знания родного языка, отмечали участники диктанта. Мы все должны сохранять свой язык, свою культуру, свои обычаи. При этом мы богаты своей историей. Как говорится, кто забывает свою историю, тот под сомнение ставит свое будущее. Но сегодня я очень хорошо и комфортно провел время, с удовольствием написал данный диктант. Ногайская площадка очень широкую географию имеет сегодня. Пишут в Дагестане, сегодня пишут в Астрахани, в Ставропольском крае, в Невтикунском районе, в Нераловодском. Пишут, естественно, в Карачаево-Черкесии, в Ногайском районе, в аулах. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем расширять географию участников тотального диктанта, заверили организаторы мероприятия. Алихан Лепшоков, Расул Берди, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. В Черкесске открылась выставка «Зоопарк». На животных можно не только посмотреть, но даже потрогать и покормить в присутствии гида по выставке. Альбина Курочного-Кенжева уже успела познакомиться с маленькими зверюшками. С 23 февраля по 9 марта включительно в республиканской столице пройдет выставка животных. Ребята будут в восторге от шустрого енота, которого можно покормить с рук. Также получат положительные эмоции от общения с дерзким, на первый взгляд, дикообразом. Тут и спокойная пушистая шиншилла, и различные грызуны. Никого не оставит равнодушным белоносая мартышка, которая наблюдает за всеми и боится что-то упустить из виду. Строит мордочки, раскачивается, повиснув на одной лапе. На выставке разнообразие милых кроликов, а пауки неспешно плетут свою паутину. Величественно оглядывают округу игуаны и хамелеоны. Я видел серию фиксиков про хамелеона, и он здесь оказался. Он мне очень понравился. Ты его хорошо разглядел? Да, хорошо. Здесь очень круто побывать на этой выставке. Здесь все мои животные, мои любимые. И я еще позову моего брата. Выставка животных пройдет в Центре развития предпринимательства на Горького, 8, с 11 до 20.00. Организаторы заверяют, что у посетителей останется море позитивных впечатлений. Альбина Курочинова, Кенджева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Центр управления регионом Карачаево-Черкесии вошел в число регионов страны, достигших 100% показателя по доле обработки обращений граждан за декабрь. О том, для чего был он создан, концепции и механизмы работы ЦУР, какими качествами должен обладать специалист ведомства и еще многое другое, рассказал в интервью руководитель Центра управления регионом Республики Ахмат Апаков. С ним встретилась Альбина Ламкова. А наш выпуск завершен. Здравствуйте, Ахмат Салихович. Добрый день. Спасибо, что согласились встретиться с нами и ответить на вопросы. Прежде всего расскажите, что такое ЦУР и кому принадлежит идея его создания. В первую очередь это оператор цифрового диалога между органами государственной и муниципальной власти и обществом. Основная задача это мониторинг и обработка всех видов обращений и сообщений, которые поступают в органы государственной власти и органы муниципального самоуправления через интернет. Мы именно являемся инструментом, который помогает, с одной стороны, обязаны жителям Республики доносить свои проблемы и чаяния до органов власти. С другой стороны, мы являемся помощником органов власти, помогаем им находить эти самые обращения, даем им определенные стандарты того, как нужно работать с жителями в интернете. Ну и в целом, помогаем нашим органам власти взаимодействовать с жителями именно посредством социальных сетей и интернета всего в целом. Инициатором создания ЦУР был наш президент Владимир Владимирович Путин. Согласно его указу, к декабрю 2020 года ЦУР должны были появиться во всех субъектах Российской Федерации. Впервые подобные сервисы появились в Татарстане, в Московской области, затем в Москве. Потом на примере именно ЦУР, который был создан, и было дано поручение транслировать этот опыт на всю страну. Ахмат Салихович, каким образом можно заявить о своей проблеме? Любым удобным для вас образом. То есть, о чем идет речь? Вы можете написать пост на своей странице в социальных сетях, он к нам обязательно попадет, если ваша страница, конечно, является открытой. Вы можете написать комментарий на любой официальной странице любого органа государственной власти или органа местного самоправления. Вы можете написать комментарий также на любой крупной странице, которая не принадлежит органам государственной власти. То есть, фактически, вы на любой открытой странице можете написать свой комментарий, где должны перечислить существующую проблему, либо ваши вопросы. И оно должно обязательно попасть к нам в работу. Мы знаем о системе инцидент-менеджмента. Расскажите, пожалуйста, подробно о ней. Инцидент-менеджмент – это программный комплекс, который позволяет автоматически находить те самые обращения и сообщения в социальных сетях. То есть, по сути, это программа, которая ловит эти обращения. И затем у нас в программе возникает инцидент, загорается лампочка о том, что появилось новое обращение. Работает она автоматически. Была разработана нашими коллегами специально для нас. Но идея тоже не нова. Такой принцип раньше применялся в бизнесе. И, может, кто-то помнит, если еще лет 10 назад можно было где-нибудь в Твиттере написать жалобу на какую-нибудь крупную компанию, то в течение короткого времени появлялся ответ, где компания приносила либо свои извинения, либо они начинали какую-то проверку. То есть, бизнес начал заниматься этим очень давно. Но через какое-то время пришло понимание, что государство тоже может воспользоваться этим инструментом и взаимодействовать с жителями на более новом качественном уровне в интернете. Она удобна в пользовании? Да, она достаточно удобна. Скажите, пожалуйста, ведется ли мониторинг обращения граждан? И как понимает заявитель, что его обращение было принято вами? После того, как обращение попало в систему, дальше оно на тотальном контроле, как со стороны нашей, так и со стороны различных подразделений и администрации президента Российской Федерации. Система сквозная, там все видно всем, поэтому скрыть ничего ни от кого невозможно. Далее человек понимает о том, что его обращение принято в работу. Если мы возьмем нашу республику, у нас среднее время ответа – это менее часа по итогам года. Естественно, здесь, понимаете, мы перешли на абсолютно новый уровень. Если раньше по стандартные обращения, по 59-му федеральному закону, бумажные, они рассматриваются в течение 30 дней, то здесь речь идет о часах и минутах. Здесь, в принципе, когда мы в течение часа даем человеку ответ, он уже понимает, иной раз у него проблема, он понимает, что ей занялись в большинстве случаев, но иной раз за это время, в принципе, его проблема бывает решена. Конечно, это мы говорим не обо всех случаях, это там, где какие-то там быстрорешаемые вопросы, либо если он задал какой-то там вопрос о порядке получения, например, какой-нибудь субсидии, ему сразу же в течение 15-20 минут, получаса дают ответ, где полностью объясняют, может быть, то есть проблема исчерпана. Раньше он ждал бы этот ответ в течение недели, двух, может, месяца. Ахмад Салихович, скажите, пожалуйста, сколько обращений к вам поступает за месяц? Тяжелый вопрос, потому что у нас год был нестандартный. В связи с закрытием некоторых социальных сетей у нас значительно изменилось интернет-потребление у пользователей, и, соответственно, и у нас там произошло некоторое падение. Поэтому у нас среднюю цифру по месяцам сказать, наверное, не могу. В начале года, ну, точнее, в апреле, в мае было достаточно большое снижение. Сейчас у нас в среднем обращений в месяц бывает 700-800. Расскажите, пожалуйста, об итогах вашей работы в 2022 году. Более 5,5 тысяч обращений. Все 100% попадавших в систему инцидент-менеджмент были обработаны и отвечены. Далее, что еще у нас было? С 1 декабря 2022 года вступил в силу федеральный закон, так называемый о госпабликах, где все органы государственной власти, государственные учреждения, органы местного самоуправления должны завести официальные страницы в социальных сетях. Вот, этой работой также занимались мы, успешно достаточно ее провели. Далее мы провели немало образовательных мероприятий для сотрудников. Фактически год, мне кажется, закончился хорошо, в том числе ряд наших сотрудников были награждены различными наградами. Больше 5,5 тысяч обращений Вы обработали в предыдущем году и все на 100%. Скажите, пожалуйста, какие планы Вы поставили себе на этот уже Новый год и задачи в работе Вашей? Текущий год очень много. Во-первых, хотелось бы перейти все-таки от ситуативных каких-то решений, от, как говорят, от тактики к стратегии. Значительная часть нашей работы связана с тем, чтобы на основе анализа всех поступающих обращений разрабатывать какие-то управленческие решения и предлагать их руководству региона для того, чтобы снижалось это количество обращений. Конечно, хочется, чтобы в этом году опять-таки проблем у людей было меньше. Мы же понимаем о том, что вся наша работа, она в принципе, ну, мы сейчас цифры, цифры какие-то озвучиваем. Но на самом деле за каждым практически из этих обращений стоит какая-то семья, у которой есть какая-то проблема, с которой она обращается. И даже один решенный какой-то вопрос, он все равно приятные ощущения вызывает, да, там внутри, как у меня, так и у всех наших сотрудников. Ну, на наш взгляд, мы занимаемся полезным делом для жителей нашей республики. Конечно, хочется пожелать, чтобы не требовали от нас тоже слишком многого, возможности у нас ограничены. Вообще, я об этом не перестаю повторять. Сами проблемы решаем не мы. Проблемы решают органы власти. Мы лишь оператор этого диалога. Ахмад Салихович, вы рассказывали о работе ваших сотрудников. Вот как думаете, вернее, вы знаете, какими качествами должен обладать специалист, работая у вас? Ну, в первую очередь, это отзывчивость, человечность, потому что здесь, ну, без этого никуда. Мы не гоняемся за сухими цифрами, да, каждая вот эта проблема, она задевает вот чувства этих людей. Поэтому, если человек внутри, у него вот не загорается, то ему будет сложно у нас работать. Ахмад Салихович, спасибо вам за интересную, в то же время очень познавательную беседу. Желаю вам успехов в вашей непростой работе. Спасибо.